Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать про интересное дело, которое у нас произошло, а именно 14 апреля 2023 года у нас Пресненский районный суд города Москвы вынес решение суда. В общем-то ничего удивительного в вынесении решения суда нет, есть позитивные новости по поводу того, о чем это решение. Так вот, по сути дела у нас у гражданина взломали учетную запись Госуслуг и с помощью этой учетной записи подтвердили его согласие на получение денежных средств микрофинансовой организации. Микрофинансовая организация отправила деньги и эти деньги ушли в неизвестном направлении, чему гражданин возмутился, поскольку его право как должника уступили другой организации. Она внесла запись о просрочке в бюро кредитных историй и начала требовать с него денег. Гражданин собрал сведения о том, с какого IP-адреса был произведен этот запрос, обратился в МФЦ за восстановлением доступа к своей учетной записи, это все зафиксировал и эти доказательства представил в суд. Так вот, суд удовлетворил его требования и эти требования у нас им были предъявлены к микрофинансовой организации, к компании, которой был уступлен долг, еще и Министерству цифрового развития и Министерству финансов Российской Федерации. Суд, естественно, удовлетворил его требования в отношении юридических лиц, а в отношении государственных организаций не удовлетворил его требования. Соответственно, гражданин признал такой договор незаключенным. Это означает то, что все эти действия должны быть возвращены в первоначальное состояние, то есть он не брал кредит, займ, он не должен платить, и, в общем-то, эта история для него закончилась позитивно. Почему это событие получило такую огласку? Потому что ранее суды не настолько лояльно относились к таким заемщикам. У нас куча судебных приказов была выдана, и заемщики, оказавшиеся заемщиками не по своей воле, так и оставались должниками, и ситуация, в общем-то, была тупиковой. Сейчас появилась, ну, стала появляться, надеюсь, новая практика, которая позволяет признавать такие договоры незаключенными. И, в общем-то, практика показывает то, что именно активные действия самого заемщика такого и позволяют доказать то, что он не является заемщиком. Да, то есть в данном случае была проведена серьезная работа, исследованы IP-адреса, получены сведения об этих IP-адресах, и все эти доказательства были представлены в суд. Честно говоря, думаю, что здесь достаточно большая работа была проделана адвокатом, который представлял его интересы, поскольку в этой тематике мало кто разбирается, и более того, эта тематика у нас сложно доказуема, да, потому что все для суда, все цифровое надо подтвердить на бумаге. То есть, чтобы материалы были приобщены к судебному делу и послужили доказательствами в суде. Соответственно, суд им дает свою оценку и выносит решение. Таким образом, у нас появляется позитивная практика в отношении таких заемщиков. Данную тему мы уже прокомментировали адвокатской газетке, уже вышла публикация на эту тему. Ну, в общем, надеемся, что эта практика будет и дальше позитивно развиваться, и это хорошие новости, поскольку в конце 22-го года нас засыпали просьбами об отмене судебных приказов, и все эти люди не получали денежные средства, они стали должниками помимо их воли. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.